Слава Украине! Привет всем от Полонска. Наша любимая рубрика. Потери российско-фашистских войск в Украине. Давайте разберемся, где, чего, куда, сколько и так далее. Значит так, прежде всего Авдеевка. Рашисты там продолжают штурмы. Ситуация там довольно тяжелая, просто потому что Путин, видимо, сказал захватить Авдеевку, не считаясь с какими-то потерями. Ему вообще наплевать, сколько там подохнет этих вот его чмобиков. Ему вообще это плевать, ему это не интересует. Ему главное захватить, захватить, загарбать, уничтожить, убить. А то, что там он положит тысячу-две, вот как в Бахмуте, он положил около ста тысяч, да? Я имею ввиду двухсотых, трехсотых. Ему вообще это плевать, это расходный материал, господи, забудь. Он даже никогда их не то, что он и не вспоминал ни одной секунды. Для него просто мусор, собственные солдаты, да. И вот сейчас точно так же гонят на убой. Там тяжелая ситуация в районе большого вот этого Террикона. Он в серой зоне. Там сейчас, конечно, завал. Очень серьезные бои. Прежде всего, артиллерийские, конечно. Пехоту они свою не жалеют традиционно. Но вот технику начали все-таки больше жалеть после вот этого погрома, который там под Авдеевкой учинили и под Сватово. Очень много они оставили техники. Это напоминает Белогоровку 22-го года, помните, да? Когда у них тоже там... И Угледар этого года. Когда у них просто там все поле было усеяно танками. Но они его продолжают окроплять танками, но уже шлют их поменьше. В основном у них дохнет лишний состав. Тем паче я уже рассказывал вам. Они почти все из Сибири. Сибирь плавно уплывает в Китай. И мужское население там даром не нужно. Там китайцев своих много. Это самое. Своих много людей. Неженатых мужиков. Вот. А вот женщины путинские очень даже нужны. И видите, как Путин. Он все, как ему говорит дядюшка Си. Значит, мужичков этих алкоголиков утилизировать. В Украине. На Донбасс послал. Билет в один конец. А вдовы и невесты уже ждут китайских женишков. Правильно. В Сибири. Вот он сейчас, видите, передает территорию. Больше территории Италии. Передает Китаю. Под поводом, я уже рассказывал, да. Выращивание пшеницы для Китая. В Сибири. Пшеницы, да. Для Китая. 320 тысяч квадратных километров. Ну, это билетристика. Такое. Так что. Да, мужичонки-то вот. Мужичонки глупые под Авдеевкой останутся. Ну, вот. Значит, сколько... А, еще один момент интересный. Постоянно же людям интересно еще. Вот Херсонская область. Да, там у наших есть успехи на Левом берегу. Рашисты отчаянно сопротивляются. Как бы не будем пока говорить название населенных пунктов, где все происходит. Но, скажем так, что уже есть моменты, когда наши довольно серьезно отошли от Днепра. Вот так, скажем. Да. И бои происходят где-то немножечко подальше. Вот. Пока что так. За вчерашний день было утилизировано 790 оккупантов. Всего количества путинцев, которые пришли с оружием в Украину убивать женщин и детей. Но что-то у них прошло не так. И они отправились на лекцию Жириновского. Правильно. Прямо на палубу крейсера Москва. Который теперь подводная лодка. Он, кот не даст соврать. Составляет 292 850. Ну, хорошо. Но, как говорится, для Путина это еще раз повторюсь. Просто-напросто пушечное мясо. Расходный материал. Не имеющий вообще никакой ценности. Ноль ценности. За вчерашний день у Кондропуплина 16 танков путинских. Общее количество путинских танков, которые пошли в утиль сырье, составляет 5063 штуки. Неслабо. Также был очень урожайный, хороший урожайный день. Был на бронемашины путинские. 55 штук всего. И 9612 с начала российско-фашистского вторжения. Таким образом, общее количество... А, да. Общее количество 9612. А артиллерийских систем относительно немного было уничтожено. 5 штук. Окей, хорошо. 5 штук тоже сойдет. Нормально. Всего 7017 с начала войны. Так, что-то у нас еще. Беспилотник. А, самолеты, вертолеты. Старые цифры. 320-324. Не дают наши чего-то нового. Окей. Беспилотники. За вчерашний день было сбито 4 штуки. Что там сегодня ночью сбивалось, будем узнавать немножечко позже. 5330 с начала войны. И... Автомобильная техника. И цистерны. 21 штука. За вчерашний день работаем по логистике. Соответственно, чтобы она у них не ездила. Чтобы колеса отваливались на ходу. Кстати, они очень сильно жалуются на то, что они не могут ничего подвозить. Потому что наши беспилотники в воздухе 24-7. И если где-то видят, хоть буханку, хоть вот этот грузовик какой-нибудь, сразу же атакуют. Да, так что у них сейчас с этим проблемы. 9391 с начала войны. И 5 единиц спецтехники. Глаза и уши рашистов. Отрезаются, скажем так. 990 общим итогом. Таким образом, мы видим прекрасно, что потери рашистов растут. Но Путину, да. Ну, нужно отдать должное, как говорится. То есть, не то, что им отдать должное. А засвидетельствовал тот факт, что Путину плевать на эти потери. И он их будет гнать на убой. Пока всех, собственно говоря, не укандропупят. Ну, с этим ничего нельзя сделать. Тут только остается кондропупить. Субтитры сделал DimaTorzok